Заходим, заходим, мои хорошие, заходим, 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 да, кто у меня послушные дети? Кто, все зашли, смотрите? Сейчас будем проверять. Так, ну что, сейчас настроим камеру, чтобы было хорошо всех видно. Немножко, немножко, так, вот так. Всем привет! Сегодня 5 мая 2024 года, сейчас включим свет, не знаю, что-то освечивает. И мы с яселек, такие вы шкодные, передаем привет, солнышко попадает, а что так плохо видно? Так, ну вроде экран протерло, все протерло, камеру протерло, протерло. Так, ну что, ребяточки, всех причастных, всех православных, еще раз поздравляем с праздником Великого Рождества Христова. Не снимай ушки, и это видео из яселек, на, 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 так как у нас сегодня, последний день в нашем питомнике проводит вот это солнечное чудо, которое на солнышке сидит. Мальчик Лондон, от нас сегодня ночью уезжает, и у нас, ну скажем так, прощальный, прощальный, прощальное видео, да, с малышом. Ну, так, ну что, все друзья и подписчики, которые следят за жизнью нашего питомника, я думаю, также вместе с нами пожелают малышу легкой дорожки. На, 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 и держим кулачки, чтобы быстренько добрался до своего дома. Малыш поедет в Саратов, и уже завтра, завтра рано-рано утром он уедет, ну ночью, скажем, а после завтра он уже будет у своих владельцев. Так, ребята, давайте, всем давай передадим привет. Красавица Севиль, так, скажи, я тоже вот сейчас собирали мы чемоданчики, вот, Багдадик собирал чемоданчик, Севиль, на, 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 все детки, которые от нас уезжают, в общем, через несколько дней. Так, кого я хотела показать, где он? Вот он, сейчас я им дам вкусняшки, как обещала. Вы видели прекрасно, как дети мне радовались, и я не могу их не удовлетворить, они меня так слушаются, не просто так, потому что любимый пакетик, видите, ну, ребят, это не еда, это так, угощение, поэтому, кто успел, кто облизал, ничего страшного, не переживайте. Это не для еды, это для удовольствия, и такие пакетики я кладу с собой в дорогу, то есть малыши знают их, очень любят, да, будьте здоровы. Вот, такие вот у нас дела. Так, ну что, вчера все ребята православные готовились к Пасхе, красили яйца, пекли куличи, а Катя принимала роды. У нас вчера пополнился наш питомник еще малышами, расскажу, хорошо, родила у нас Жасмина, вот, и родила она нам две девочки и два мальчика, и как только они подрастут, я обязательно вас с ними познакомлю, а также у нас растут замечательные детки у Юлианы и замечательные детки у Айвы. Деток Анфисы я вам уже показываю, им сегодня 25 дней, уже одна девочка нашла свою семью по кличке Вишенка, вот, и поедет на Урал, как подрастет, привьется, пройдет карантинчики, вот, и уже из этих деток тоже, ой, да что там делает Севиль, эти детки тоже постепенно находят свои семьи и уже вот-вот-вот начнут разъезжаться. На этой неделе, на будущее у нас Багдадик уедет, у нас уедет Рузиль, где он? А где Рузиль делся? Рузиль вообще зашел? Да, конечно, вот он. Рузиль кушает, Рузиль у нас уедет, Севиль у нас уедет, вот они, где они там, боже мой, вот она, веселушка, играет со своими братишками. Да, Севилька. Так, и кто еще? А, и в том домике у нас поедет наш чемпион, да, вот он, Рузиль, маме привет. Да, вот такой вот молодец и красавчик. И, значит, с того домика у нас Артекушка поедет, так, накакали. И чемпион Кородак. Вот, все постепенно от нас уезжают. Вот, и потом уже на будущей недельке там от нас поедет. Ну, давайте, все по мере, как кто будет уезжать, буду говорить. В общем, вы знаете, кто у нас зарезервирован, продан. Вот, у нас из этих малышей в продаже детки, которых я вчера поснимала и выставила, посмотрите, пожалуйста, под этим видео есть ссылочка щеночков, которые в продаже с ценами. У нас есть недорогие щеночки, да, вот так вот провожает братишка, хочу, как всегда, сказать Наполеон, понимаете. Фараон провожает братишку своего золотого. Вот так весело играет. Не, уши не снимать. Не снимать уши. Золотого мальчишку Лондона. Веселые ребята. Хочу сказать, что Лондон едет в веселую компанию. Там два чихуахуа, и он едет третьим дружочком. Я очень уважаю людей, которые понимают физиологию собак и прекрасно понимают, что собаке это стаяние животные, им обязательно нужен дружочек. Точно так же, как наш Артекушка едет уже к выпускнику нашего питомника. Все расскажу. И очень многие владельцы берут уже там вторую, третью, ясно, стою, десятую собаку и учитывают не только свое удовольствие, но и удовольствие и жизнь. Это не удовольствие, это жизнь, а собаки, да. А так же хочу сказать, что дело в том, что когда собачка одна, это как один ребенок, да, буду сравнивать в этот раз. А когда собачек две, три и более, мне не дадут слуга ведь те, которые имеют несколько животных, это совсем другая жизнь. И на самом деле гораздо легче иметь как минимум две собаки, чем одну. Потому что, еще раз буду повторять, то удовольствие, то радость, то вот так вот, вот такую игру человек никак не сможет заменить собаке. Да, реально они скучают, да, прогулки, да, игры, да, дрессировка. Отлично, если это есть. Опять же хочу сказать, что есть регионы, в которых плохая погода, например, уже вот сейчас выпал снег, и сильно прям вот так не погуляешь. И вот мы сегодня, у нас такой солнечный день, Пасха, а на улице достаточно холодно, мы немного погуляли. И такой холодный ветер, такой ветерок, знаете. Поэтому вот они веселятся здесь между собой. Очень часто мне пишут, вот этой-то собаке было у вас питомнике лучше. Всегда буду говорить, что питомник питомником у нас очень хорошо, но каждый щенок из моего дома, собака, переезжает только в лучшую семью, не в худшие условия. Конечно же, когда щенок переезжает, собака, в семью, где будут только о нем заботиться, любить, конечно, это прекрасно. Но опять же, давайте, да, вернемся к тому, не будем забывать, что собаки это стайные животные. Так, вы зачем, Богдада, кусаете за хвост? Мама Антонина, на хвосте Вавка, думаю, что Вавка под хвостом, что там такое? Укусили, пока вон царапина, ну ничего там, просто царапина. Кусают своими зубяками, здрасте, патриот, ухо упало, боже ты мой, бантик. Ну вот ребята после прививок, да. Ушки попадали, даже те, у кого стояли, даже у нашего хаула. Хау, 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 ку-ку, прием. Хау, ребята в продаже, шикарный, красавец, обалденное дитё. Даже у хаула упали, у давлета вчера. Давлета тоже упали уши, да. А вы, все тундры маленькие. Вот, поэтому учитывайте физиологию животных и заводите им дружочка. Дружочка не обязательно брать в моем питомнике, дружочка вы можете взять где угодно. Но не забывайте, когда собачки вырастут вместе или из одного дома, конечно им легче адаптироваться и привыкнуть. Это прекрасно. Представьте, у нас были такие случаи, когда брали там сразу двух щенков. Вот с одной стаи. Прекрасно. Это же замечательно. Точно так же, как наш Артекушка едет. Даже скажу к своему брату по папе. И это отлично. Они друг друга знают. И привыкание, не будет просто привыкание. Собаки друг друга просто знают. Это вообще супер. Поэтому, когда я говорю, что было бы прекрасно этих собачек взять вместе. Это не просто слова, не потому что я там хочу вкухать своих собак побыстрее. Если бы мне нужно было продать побыстрее, поверьте, я бы снизила чуть-чуть цену. И у меня бы они разлетелись, потому что у меня прекрасные собаки. Но мы ищем нашим щенкам только самых ответственных, финансово независимых людей. Я понимаю, что деньги это такое дело. Для кого-то такая-то сумма достаточно, кому-то и миллиона мало. Но дело не в этом. Дело в том, что когда человек мне пишет, что у него там глаза на лоб полезли, что собака стоит 80 или там 200 тысяч. Ну, разговора быть не может. Не от того, что я такая противная и наглая. Есть такие люди, которые меня так считают ради бога. Каждый судит в меру своей распущенности, как есть пословица. Не суди, да не судим будешь. Но я переживаю за своих малышей. Я хочу, чтобы человек адекватно взвешивал свои возможности. Считаю, что человеку, у которого нет возможности, собаку даже с улицы, даже с приюта брать не нужно. Вы можете помочь тем, чем вы можете. Покормить кошечек несчастных на улице, несчастную собаку во дворе брошенную. Но, как говорится, делиться последней едой сегодня сможете, завтра вдруг нет. И это не шутки. На самом деле, содержать даже такую маленькую собачку, ребят, это дорого. Это очень дорого. И мы опять возвращаемся к деньгам. Не хочу возвращаться. Килограмм корма стоит тысяча рублей. Около. Да, плюс минус. Да, собачка немного есть. Но это надо мясо, витамины, вакцинации. Не дай бог, какой-то прием у врача. А это в любом случае для жизни собаки бывает. Не надо надеяться, что вот у меня жила там на цепи всю жизнь, и мы никогда не обращались. Я не верю в то, что собака жила, ела помойки и жила долгую счастливую жизнь. Или он бегает по улице дворняжки, здоровый. Да вам так кажется. Это процент один, надуманный, придуманный, что собака прожила 20 лет. Такие случаи бывают, но это исключение из правил. Это не в порядке вещей. Поэтому, если даже собаку кормить в соке туалетной бумагой, замоченной в мясе, она его съест и даже переварит. Представьте себе, ну какую пользу это принесет. Поэтому, давайте не будем лучше мучить животных. Животные нам даны свыше для нашего радости, удовольствия. Кого-то для охраны, кому-то как компаньона, друга. Это единственное животное, которое любит нас, любых. Красивых, некрасивых, толстых, злых, любых. Понимаете, какашки заодно. Поэтому собака, особенно породы чихуахуали, будель, заводится для удовольствия. Но давайте не только будем так, бумага туалетная, получать удовольствие от них. А еще и чтобы они получали удовольствие от жизни. Поэтому еще раз вернусь к тому, что собака тайное животное. И здесь нам нужен дружочек. И Багдадик наш едет уже в компанию, у которого короткий хвостик. И кто у нас еще, я знаю. Это то, что я знаю. Вон Денбагдадик, Рузиль, не знаю. Так. Чи-чи-чи. Вот поэтому. Поэтому взвешивайте, выбирайте дружочка. Второй, третья, четвертая собака из моего питомника. У нас были люди, которые пять купили щенков. Продаются со скидкой. Для любого нашего уже владельца будет скидкой очень приятно. У нас есть прекрасные мальчишки-крупнички, которых я вчера выставила по 80 тысяч. Это вот этот вот шоколадный красавец Боржоми. Огненно-рыжий малыш Бахрамчик. Патриот. И кто-то еще у нас. Кто у нас еще крупный? И кто у нас еще крупный? Ну вот они, да. Вот. Да, пудели наши красивенные девчонки и мальчишка. В продаже красавица Алсу. Вот этот вот у нас красавчик. Классическая, черно-поспаловая краса. 70 тысяч. Пожалуйста, чудесный, здоровый мальчишка. Его братишка. Шейх и Шанхай. Да, да, да. Вот такие вот веселые ребята. Вот такие вот веселые ребята. А красавица Алсу. Моя любовь. Девочка продается дорого. Если она в ближайшее время не найдет своих владельцев, она останется в нашем питомнике с большим удовольствием. Потому что это моя любимая линия. Перспективная красавица. Умница. Вообще идеальная. Так, ладно. Что-то мы заболтались. Я думаю, вам так же весело, как и мне здесь. Но у меня сегодня тоже праздник. Сегодня мы празднуем Пасху. Ждем гостей. Поэтому на этом я буду заканчивать это видео. Еще раз пожелаем нашему красавцу, веселому Лондону, легкой дорожки. Мамочка, папочка, встречайте. Будем рады, если вы сможете делиться с нами фото-видео приветиками. Вот он, красавец золотой. Видите, как быстро бежит время. Как быстро бежит время. Кто-то рождается, кто-то разъезжается. Все, ребятки, всем пока. Вот такая веселая игра. И до новых видео, до новых встреч на нашем канале. Питомник Ачихуаху. Это и будилька Стропула. С уважением. Субтитры сделал DimaTorzok